Здравствуйте! Это новость из Тагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Капитаны длинных дорог, дальнобойщики сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Живи, Агель! Горожане вышли на акцию по очистке самого известного озера столицы. Няня-убийца, молодую женщину из Дербента будут судить после трагической гибели ребенка. Путешествия, ставшие профессией, движимые стремлением к свободе и одержимые любовью к большим машинам, они способны преодолеть тысячи километров за один день. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают дальнобойщики. Легко ли им быть? Наш корреспондент Алина Багилова встретилась с представителем этой профессии и узнала про особенности работы из первых уст. Ей слово. Со стороны кажется, что профессия водителя-дальнобойщика довольно уютное занятие. Сиди себе весь день в кресле, крути баранку и смотри в окно, путешествуя по стране и миру. Да и зарплата вроде бы выше средней. Но на деле же все не так уже и беззаботно. Они не представляют своей жизни без дороги. Это длинное колея становится и смыслом жизни, и путем заработка. Наш сегодняшний герой Саид Ильясов. Он в дороге уже 27 лет. С 1993 года работает водителем международных перевозок. Сначала были рейсы по России, после совершенствования навыков вышел на международный уровень. Езжу по всей России, начиная от Сибири, заканчивая средней полосой. За рулем объездил все, фактически. Во Владивостоке, правда, не было. Честно говоря, и под 60 градусов морозы попадал тоже. Ну, сейчас уже с возрастом я в такие дела не лезу уже. В Сибирь уже очень редко езжу. В сегодняшней работе романтики Саид видит уже не так много. По его словам, сейчас это вынужденный способ заработать. Для молодежи кажется, что это романтика. Ну, для меня тоже был первоначально, когда начинал ездить, романтика. Но это все приедается, это все романтика заканчивается. Сейчас уже вынуждено приходится ездить. Тяжелая работа. Месяцами дома не бываешь. Фуру Саида по праву можно назвать домом на колесах. Кабина настолько комфортная, что, кажется, здесь вполне можно жить. Позади водительского сидения расположено удобное спальное место. И не одно, а целых два. С одеялом, матрасом и подушкой. Ниже кровати расположена выдвижная кухня с плитой, где можно греть еду, варить кофе и чай. Чистое белье. Все у нас здесь есть. Здесь наверху. Сейчас я вам покажу. Если можно, голову немножко. Здесь у нас вот одеяло, белье, все. Водительская жизнь дальнобойщика нелегка. За месяц он совершает около двух рейсов, каждый из которых длится минимум 12 дней. Комфортной такую жизнь не назовешь, естественно. Ведь за месяц семья видит водителя в общей сложности не больше недели. Жизнь жен дальнобойщиков не менее сложна. Вытерпеть разлуку и жить в вечном ожидании смогут не все. Если хозяйка, мать моих детей, она уважительно относится ко мне, и я к ней уважительно отношусь. И все зависит от женщины. А здесь никаких секретов нет. Если она тебя любит, уважает, она тебя будет ждать. Люди по 15 лет нормальные женщины с тюрьмы ждут. Что здесь все вместе, иногда поедешь, приедешь, все равно домой приходишь. По словам Саида, жить за рулем непросто. Да и на здоровье это неминуемо сказывается. Чтобы хоть как-то отвлечься и поддерживать себя в форме, дальнобойщик изобрел неплохой способ, используя простую резинку. Говорит, что такую его методику могут перенять все коллеги по цеху. Едешь долго, устаешь, вот это все, вот это резинка. Занимаешься спортом на ходу, отвлекает от сна, сон отгоняет. Во-первых. Во-вторых, физически просто сам себя. Какие бы проблемы не подстерегали в пути, дальнобойщик всегда на позитиве. Ведь это не просто профессия, а особая философия жизни. В дороге никогда не знаешь, что ждет впереди. Вернешься ли домой целым и невредимым, а поэтому используешь каждый день полноценно, как новый шанс. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Избербаш». В Каспийске откроют школу на 500 ученических мест. Ход строительства учебного заведения взял на контроль глава республики Владимир Васильев. На объекте у мастеров проходят практику выпускники республиканских техникумов и колледжей. Владимир Васильев напомнил о нехватке рабочих кадров в регионе и подчеркнул, что такой подход к работе позволит улучшить положение в этой сфере, дать молодым людям опыт в профессии и повысить качество строительства. До конца 2020 года планируют завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию. В Махачкале стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу» для воспитанников школ-интернатов. Организаторами ее стали представители различных политических партий. Цель – помочь учащимся из малообеспеченных семей встретить учебный год экипированными всем необходимым. Партийцы передали в образовательные учреждения школьную форму, канцелярские принадлежности, электрические сушилки для рук, а также средства гигиены. Кроме того, для детей был организован праздничный обед. Акция «Охватывающая школу-интернаты» продолжится еще несколько дней. В Дербенте будут судить 23-летнюю няню после смерти малолетнего ребенка. Жительница Дербента, обвиняемая в гибели трехлетней девочки в 2019 году, работая няней по найму, систематически избивала малолетнего ребенка с ее слов из-за непослушания. 2 декабря того же года у себя в квартире обвиняемая столкнула вниз стоявшую на кухонном шкафу девочку, которая залезла туда за сладостями, после чего она упала, ударилась головой и умерла на месте. Уголовное дело возбуждено по двум статьям и направлено в суд. Изначально дело возбудили по статье 1 статье 109, причинение смерти по неосторожности. Однако в ходе расследования оно было переквалифицировано. В Махачкале прошел эко-субботник по очистке берега озера Агель. Инициатором акции стали активисты движения «Город наш». Они также призвали мэрию столицы принять участие в следующей подобной акции. Помочь навести порядок пришли несколько десятков человек. Это горожане, представители местной власти, предприниматели. В субботнике были задействованы два трактора и грузовой автомобиль. В мае этого года участники движения «Город наш» организовали проведение топографической съемки границ озера для постановки его на кадастровый учет. Это, по их мнению, поможет решить проблему незаконной застройки берегов водоема. Из-за низкого содержания растворенного кислорода в воде в озере погибла рыба. Кроме того, в водоеме обнаружена повышенная концентрация тяжелых металлов. Экологическая ситуация в акватории на грани катастрофы. В июле прошлого года активисты провели в Махачкале серию одиночных пикетов, чтобы привлечь внимание к ситуации. Муфтият Дагестана призвал жителей республики не посещать места массового скопления людей. В своем обращении председатель Муфтията республики Шамиль Алиханов отметил, что риски заражения коронавирусной инфекцией все еще сохраняются. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности, не посещать места массового скопления людей, в том числе тазиаты и свадьбы. Муфтият также призвал имамов мечети продолжать соблюдать ограничительные меры и соблюдать санитарный режим. В Муфтии республики шейх Ахмад Афанди встретился с медсестрой, спасшей человека, которого придавила бульдозером. Равшан Имеева рассказала шейху о событиях того дня. Медсестре вручили благодарственное письмо за смелость и самоотверженность при спасении человеческой жизни. Напомним, что медсестра спасла мужчину из зависшего над пропастью бульдозера, который во время ремонта дороги в Казбековском районе опрокинулся в обрыв. Турнир «Табасаран-2020» открылся пробегом по маршруту от крепости Семи Братьев и одной сестры до Хучнинского водопада. Принять участие в этом легкоатлетическом соревновании могли все желающие при условии своевременной регистрации. Всего их собралось более 200 человек. Перед стартом участникам рассказали о правилах поведения на трассе и длине дистанции. Она, кстати, составляет ровно 4214 метров. Основные соревнования, включающие в себя матчевую встречу бойцы Табасаранского района, лучшие бойцы мира, пройдут в крепости Воскресенье. Программа турнира включает в себя и другие интересные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Организаторами Табасаран-2020 являются Федерация ММА и ФСА и Администрация Табасаранского района. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова